Всем привет! Меня зовут Кирилл, я новый репатриант из MC, программист. И сейчас расскажу, как для программистов делать Илью в Израиль и стоит ли вообще это делать. Спойлер, да, стоит. Мой опыт — это три года опыта разработки на платформе .NET. С таким опытом я приехал в Израиль, нашел работу примерно за один месяц. Поиск работы мало отличается от этого процесса в России. Это также LinkedIn, это также местные аналоги FatHunter, Dhrushim и AllJobs, вам о них расскажут. Также это, как правило, два технических интервью по телефону и непосредственно в офисе. Какой нюанс, к которому нужно быть готовым — это достаточно длинный процесс поиска работы. То есть, у меня он занял месяц — это мне повезло. Как правило, нужно быть готовым к тому, что вы будете искать работу около трех месяцев — это нормально. Будьте готовы к этому финансово и морально. Не переживайте по этому поводу. Если вы действительно опытный разработчик, вы свою работу найдете. ГВАИМ мне помогал с оформлением моего резюме и переделкой профиля в LinkedIn под местные стандарты его переоформления. Что касается зарплат. Зарплата здесь в среднем в рублевом эквиваленте, естественно, это где-то в три раза выше, чем в России. Цены здесь выше в два раза, поэтому в целом вы почувствуете значительные финансовые улучшения. Конкретная зарплата зависит от вашего опыта и платформы, на которой вы разрабатываете. Но в среднем это в диапазоне для опытных разработчиков от 18 до 25 тысяч. Это то, на что вы сможете рассчитывать на старте. Это чистыми до налогов, после налогов будет получаться, конечно, поменьше. Потому что налоговая шкала здесь прогрессивная, но в среднем после налогов это будет в три раза выше, чем примерно в России. По поводу каких-то необычных еще нюансов в отличие от России. Во-первых, это то, что люди здесь начинают карьеру позже. По 25 лет в России уже можно быть тимлидом. Здесь 25 начинают карьеру, поэтому если у вас в этом возрасте уже есть опыт управления, скорее всего, вы не сможете найти работу тимлидом, например, здесь. И придется опять вернуться к позиции разработчика. Но если вы были разработчиком, то вы этого нюанса не заметите. Также для тех, у кого есть уже дети и собаки, хороший фан-факт, это то, что здесь их можно приводить прямо в офис. И летом, когда у детей каникулы, весь офис превращается в детский сад. Это большой балаган, но это весело и интересно. Поэтому приезжайте в Израиль, обращайтесь за помощью в Гуаим. Как минимум, они помогут вам сориентироваться на местном рынке. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok